Он должен еще государству выставить этот акцион, то есть через акцион только машу эту аренду взять. Спасибо. Можешь вопрос? Да, это вы представляете. Здравствуйте. Промышленный парк «Прогресс» Зайонский район. Если со справительством прилегающих путей более-менее понятно, в общем-то это должен быть государственный либо муниципальный участок получается. В нашем случае это порядка полкилометра дороги нужно протянуть до промпарка от региональной дороги. А в последующем потом обслуживание как будет производиться? Это подводящая дорога? Да, получается дорога, которая будет вестись с региональной дороги в промпарк. Почти полкилометра ее длина. Видите, какая зима сейчас, допустим. Это же своими силами иметь столько техники, ну это практически нереально, столько чистить. Будет ли муниципалитет или как-то вообще решаться вопрос, как это? Кто будет осуществлять? Это же нужно понимать, что... Какие еще финансироваться? Чистки юридически, наверное, сначала надо ответить. Что он договорился? Кто готов? На балансе у кого будет дорога? На балансе... Вот я и задаю вопрос. Дорога построится от региональной дороги до промышленного парка. В дальнейшем на баланс на армуте... Ну сначала на баланс муниципалитета. Сначала на баланс муниципалитета. Это как бы головняк муниципалитета станет, я вас прошу прощения за слайд. И потом муниципалитет должен думать, на кого этот вопрос... Подложить расходы по ее очистке земли. Наверное так, если без всяких этих... А это съезд дороги регионального значения с полосами разгона? Он от дороги, от дороги, полкилометра у нее фронтарк. Допустим, он сейчас построит, за счет если государство построит, то он его отдаст или муниципалитету, или республиканское имущество будет. То есть через дослуживу, да? Да. Но основном муниципальное. Если муниципальное, все платят налоги, ты хочешь, не хочешь, должен уже обслуживать. Муниципалитет, да? Да, муниципалитет до границы его собственности. Ну вот, посмотрите... То же самое, что твой дом, подворящие дороги, все обслуживают. Ответ муниципалитет. Это вот ответ юридический, да? Ну, наверное. А еще я бы хотел... Если уже дорога твоя, собственности, а как его, она в регистрации нет, его чистить невозможно. Ну, то есть это ответ, значит, скорее всего, муниципалитет, или отдельный случай, если собственник согласен, но в данном случае собственник говорит, я не смогу. Но второй момент, из стороны этого вопроса, я хотел сказать, мы еще при отборе должны понимать, то есть эта дорога, наверное, будет стоить достаточно дорого. Я, конечно, цифру, я даже не называю. И при отборе мы должны понять, ради чего бюджет ТУС только потратит денег, чтобы в будущем на этом промпарке что-то должно появиться плюсом. И, например, стоимость, я сейчас условно цифру назову, стоимость дороги 100 миллионов, у пяти парков будет заявка на 20 миллионов, а результат, например, примерно у всех одинаковый, то логично выбрать те по 20 миллионов проектов и получить пять результатов, а не сто миллионов и получить один результат. Я пока так на пальцах объясню, да? Руслан Прокатович, есть еще размер промпарка, там, может быть, он маленький, да? Гектар у тебя там промпарка, ну, скажем, десять. Есть подводящие дороги на детских гектарах, есть на столь гектарах. Целесообразность. Да, и сейчас его загруженность. Поэтому надо персонально, наверное, подойти и... Да, это я в слайдах там указывал, что у нас, представить задачу, систему отбора. Ну, правильно, справедливо, логическую, с точки зрения, на бюджетный рубль должен быть какой-то идея. А вот два вопроса в чате, это вот они и были, или... А, вот они, они и были, да. Да, разводчик. Ага. Спасибо. Спасибо за вопрос. Есть еще кто-то, кто хочет высказаться? Или, в принципе, мы около часа уже работаем? Это Рокач. Да. Константин, да? Добрый день, Константин Кучкин. Ага, добрый. Да. Да. Константин, заново, пожалуйста. Ничего не было слышно. Ничего не было слышно. Заново. Алло. Сейчас слышно. Смотрите, если мы говорим про плату за, например, необходимо увеличить мощность политоснабжения. Там, смотрите, будет такая позиция, как плата за технологическое присоединение, которое мы отдаем в сетевой компании. Это застрады тоже будут включаться в эту финансирование? Так, я пока сходу чего-то да или нет не готов сказать, а давайте поразмышляем. Почему мы отделили вообще этот вид расхода? Ну, в смете он входит, но к инфраструктуре какового не имеет отношения. Это именно плата за разрешение за тех присоединения. Он в составе поезды будет? Это строчка? Он в составе поезды не только в смете. В проекте нет? Нет, да если, допустим, новый технопарк, когда мы делали, у нас в проекте и смете она все предусмотрена. А если ты дополнительно увеличиваешь объем, тогда уж извини, за счет технопарк. Ну, дополнительно увеличить объем, у нас тоже дополнительное увеличение, наверное, да? Дополнительное, из-за потребностей резидентов, наверное, да? Да, игропроект. Там будет, получается, работа, которую необходимо делать, например, установить дополнительную трансформацию, провести какие-то линии, дополнительную линию. И будет затрат, ну, так называемая, плата за технологическое присоединение. Ну, смотри, тогда я опять попробую разделить на две части. Законно ли потратить бюджетные деньги на тех присоединения? Коллеги, помогите мне, то есть мы бы законно потратить бюджетные деньги на тех присоединения? В прошлые годы тратили, не задавались вопросом. По-моему, не проблема, да, с точки зрения, ну, правильный с расшим бюджетным. По линиям Минэкономразвития, когда мы в промпарке государственной муниципальной собственности строились, там это направление для новых объектов. Новые объекты, да. Ну, новые объекты или реконструкции старого объекта, наверное, с точки зрения бюджета, это не, разницы нету? По-моему, нет. Если из этого, из можно или не можно, то по закону, ну, вернее, по бюджетному праву, да? А если из теперь целесообразности, там они, как эти расходы соотносятся в процентном отношении построить и потом еще оплатить тех присоединения? Это равнозначные цифры или это как обычно бывает? Тех присоединений существенно меньше, как подскажут. Тех присоединений сейчас примерно где-то 1,5 миллиона за мегаватт. Ну, если, я бы так ответил, если это не произойдет в бюджетном законодательстве, а, по-моему, не противоречит, то с точки зрения идеологии и комплексного подхода, то можно, мне кажется, и включать эти расходы. А продажа у тебя какая? Даже если что, мы не продаем, мы передаем. Ну, передаем, то есть. У нас она варьирует, мы же с вами, с вашими коллекторами сговорились, и у нас примерно то же самое выходит, у нас просто потери. Плата за мощность выходит меньше, но более выровнена уже в потреблении, и в резиденции, по факту, уходит от 3,80 до 4,40 примерно за киловатт. Это с мощностью, с потерями, со всеми. Хорошо. Сергей Иванович, вы какое бы мнение сказали? Идеологически, вот, про присоединения. Мне кажется, просто на этапе документации конкурсного отбора надо присмотреть перечень статей, которые включаются в сумму финансирования республиканского бюджета, и тогда они спокойно платят за присоединение, будут засовывать стоимость СМР. Нет, нет, это чуть другое. То есть, вот теперь, а целесообразность стоит засовывать? Сергей Иванович, вот, если она будет проходить через ГИСУ, новые линии, новые ТП, тогда это можно. А когда они сами сделают, только, вот, отдельно рассматривать, это невозможно? Да, если, вот, у нас идет финансирование через ГИСУ строительство сетей, так, и дороги. Вот. Если, вот, ему, вот, новая сеть делается, тогда, как сказать, оно включится много. А если он сам уже построил присоединение только рассматривать, это собственности государства нет этой сети. Ты должен, будешь, сеть передать государству, который сам сделал. Не, у нас все сети муниципальные, поэтому все хорошо. Это коллеги со стороны строительства, вот, его случай увеличивать мощность, допустим, это ПСДЕСУ, ну, в смете плюс еще это присоединение нормативное, ну, наше идеологическое понятие, что давайте в комплексе рассматривать, в том числе и присоединение, в том числе и плата за тех присоединения, то возможно это будет? То есть обычно, когда у нас строятся новые объекты, непосредственно при разработке ПСДЕСУ на стадии разработки в сводо-сметном расчете уже закладывается тех присоединения, при выделении и финансировании эта сумма также выделяется и заключаются контракты именно на тех присоединения. А если реконструкция, тогда должна сначала собственность стать? То есть если, как вот, я правильно уже понял, то есть он, если сам построит, а разместит ему эти затраты, потом уже не получится? Нет, это мы уже говорили, что это не субсидии. Первый путь, ладно, про КАПСТРОИ говорим, но в его случае у него уже есть сети, он ее увеличил, хочет увеличить по запросам резидентов, необходимо запустить как реконструкция сетей. Реконструкция сетей. Резиденты есть, увеличить надо объем в стране, он сейчас 7 сделал, только поставил. не сделал, а хочет, чтобы за бюджетные деньги сделал. Он же хочет, так? Можно уточнить еще? Сети сделал уже? Сделал, сделал. Константин. 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 КАПСТРОИ Для расщепления дополнительный ТП нужно, да, получается? Да. Мне кажется, можно рассматривать. Можно рассматривать, если это будет госкоопложение, и, как вот нам коллеги сказали, плюс... А земля муниципальная-то? Земля муниципальная. Это, кстати, про какую сейчас проблему, нет? Спросил, по-моему. Зовпять про все. Просил. У нас у всех... Ты можешь переоформить, кто его знает. Нет, не могу, я же честно. У нас... Мы именно выделили земельные участки для резидентов, и мы им отдаем участки без сетей, без всех сетей. А все сети, они так являются на... Находятся в муниципальной собственности, у нас на обслуживании на муниципальных земельных участках. У вас такая модель, да. Тогда, может быть, мы завершать будем? Коллеги. А можно опять включить слайд в последний. Да, вот. Еще раз я хотел здесь как бы подчеркнуть, что мы... что мы должны сделать акцент на тех парках, вот эти вложения бюджета при выборе парков, чтобы бюджетное вложение позволили заполняемость к 70% привезти в парк. Ну, помочь это сделать, да? Ну, и эффективность вложения бюджетных денег. И примерно по этой схеме пойдем. Мы сейчас вот эту домашнюю работу сформулируем и нигде им попросим в долгий ящик не откладывать и нашу депутату подтвердить. И АИР, и ИВФ, вот, по тем паркам, которые закреплены, мы вам дадим информацию с хотелками мариналитной, если не дали. Дали, не дали? Да, Дим, это не проблема. И в рамках кураторства предлагается вот эту часть тоже брать на, ну, скажем так, в работу. И задачу ставим, если... Ну, задача максимум. Ну, хотя нет, я думаю, как все-таки Райс Нургалич предложил. У кого будет раньше вот эта готовность, с этой первым эшелоном пойдем. Правительство мы разговаривали по поводу выделения бюджетных денег. У кого позже, вот как сейчас нам коллеги из Минфина подсказали, механизм на 23-й год. Ну что, коллеги, спасибо большое за участие в этой стратегической сессии. Я считаю, что она для выработки вот этой позиции была очень полезна. Но всем спасибо за то, что поделились своими знаниями каждой своей области. И предлагаю завершать это мероприятие. Санкт-Петербург, можно уточнить еще вопрос? Коллеги, мы просто еще, видимо, пишут, кто не смог спросить. Как будет прописан перечень инфраструктуры инженерной? То есть будет ссылка на федеральную нормативку, в которой это четко регламентировано, или как-то по-своему будет прописано в конкурсной документации? Потому что все сейчас не учтем, мы просто одним термином пользуемся инфраструктуры, а там ведь объектов много разных, и линейных, и объектовых. Ну и линейные, и объектовые. Вы вопрос задавали, вы предложение давайте. У меня на этот вопрос может быть легким ответом. Берем за аналог федеральный, например, 11-19, или там отработанное. А если мы за аналог 11-19 берем, она устраивает наших, мне кажется, вот так надо идти. То есть уже была нормативная база есть в стране, в принципе, ее использовать будем. Нет, можно построить тут 200 человек. И если все вопросы... Прокажем. И вопрос, предложение можно еще, Константин Кучкин? Да, обращайтесь. У нас по промпарку Нижнекамск, мы вам говорили, есть по строительству дороги подвесной для работников. У нас есть проект готовый, есть снеты готовые, есть земля готовая. Она хотела... Она хотела... Она хотела... Ну, Константин, ты молодец, конечно. Она в этой хотелке, в этой цифре 800 есть? Есть ли, в этом парке? Должна быть, да. В принципе, если мы, как Реснер Ильич нам предложил идти, кто раньше встал в того этапе, то вы будете вот в том числе, который раньше встал. Так, ну, это уже чуть-чуть не идеологический вопрос, а, так сказать, пара каузы. Чуть-чуть другой вопрос. Так, товарищи, все-таки тогда предлагаю закругляться, потому что высказаться было время. Спасибо от всей души, спасибо всем, кто принял участие. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Не знаю, он вчера что-то... Значит...